Во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного, хвала Аллаху! Мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал их путём. Мы продолжаем говорить об имаме суннитов, Мухаммаде ибн Идрисе, о Шафии, да помилует его Аллах, о его вероубеждении. На прежних уроках мы рассказали кое-что из этого, комментируя его, да помилует его Аллах, слова. Он создал людей так, как захотел, и каждому легко делать то, для чего он был создан, как явствует из хадиса. Как мне кажется, мы уже затрагивали эту тему. Мы говорили об этом? Слова «Вуаля унзилюль мухсина». Хорошо. Значит, автор, да помилует его Аллах, говорит, и эта тема связана с предопределением. И автор, да помилует его Аллах, говорит здесь, что Аллах создал людей так, как захотел, а не так, как хочет этого человек. В каких словах Всевышнего Аллаха упоминается сотворение в общем? «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». Также в словах Всевышнего «Аллах творец всякой вещи». Он создал небо, землю, горы и создал все на свете. Таким образом, Всевышний Аллах является создателем всякой вещи. И под созданием здесь имеется в виду общее создание. Один из четырех этапов предопределения. У предопределения четыре этапа. Знание, запись, предначертание, воля и желание, и, наконец, сотворение. Здесь мы имеем дело с двумя этапами. Этапом сотворения и этапом желания. И мы должны знать, братья мои, и мы должны знать, братья мои, такой факт, что существует только Творец и то, что Он сотворил. Получается, все, кроме Аллаха, является сотворенным. Аллах со Своими именами и атрибутами не является сотворенным. А все, кроме Аллаха, небеса, земля, горы, люди, джинны, и все, что существует на свете, все это является чем? Творениями. Имам Аш-Шафия и говорит, он создал творение так, как пожелал. И под желанием здесь поднимается вселенское желание по предопределению, а не желание, лежащее в основе шариата. Мы же делили желание на два вида. Желание, лежащее в основе предопределения, и желание, лежащее в основе шариата. И то, что здесь упоминает автор, что сотворение и желание целиком принадлежит Аллаху, что сотворение и желание целиком принадлежит Аллаху, не может быть оправданием для грешников, чтобы они говорили, мы делаем то, что пожелал Аллах. Мы говорим им, это не оправдание для вас, потому что каждому легко то, для чего он был создан. Я ведь говорил вам прежде, что слова имамов-салифов взяты из текстов. Поэтому пророк миром и благословения Аллаха, когда его спросили о посланниках Аллаха, то, что мы делаем, уже записано прежде, или же это все новые деяния. Он ответил, нет, перья уже высохли, и свитки свернуты, то есть все уже было предначертано. Тогда сподвижники спросили у посланника Аллаха, зачем нам делать что-то, если и так все уже предначертано? Он сказал, нет, вы действуйте, и каждый будет успешен в том, для чего он создан. Вот вам простой пример. Мы в мечети сейчас, братья мои. Если мы останемся здесь и скажем, все уже предначертано, и я не пойду к себе домой никогда, если Аллах предначертал мне ужин, то он сам придет ко мне в мечеть. Поэтому я вообще не выйду из мечети, потому что все уже предначертано Аллаха. Что скажут люди такому? Они разве скажут, Маша Аллах, этот человек уверовал в предопределение. Они скажут, иди работай. Выходи, зарабатывай себе на ужин. Купи, положи в рот и проглоти, и тогда ты насытишься. Так? Невозможно сидеть в мечети, и чтобы еда сама к тебе приходила. Работайте, и каждый будет успешен в том, для чего он создан. Субханаллах. Мы выходим из мечети, ибо каждый уже успешен. Человек видит продавца, торгующего мисваком, и покупает его у него. А другой идет в магазин и покупает сигареты. Так? Почему ты купил сигареты, а не мисвак? Он скажет, я волен делать, что хочу, а я хочу сигареты, а не мисвак. И человек будет наказан за то, что сам же выбрал. Спросим, это предопределение заставило его купить сигареты? Нет. Он сам зашел, спросил, какие сигареты там есть, сколько они стоят, заплатил за них, открыл пачку, поднес сигарету ко рту, поджег и затянулся. Все это он сделал сам, по своему выбору. Действуйте, и каждому уже облегчено. Поэтому, если ты успешен в праведных делах, то воздай хвалу Аллаху и проси своего Господа укрепить тебя на этом деле. Люди, которым были приукрашены грехи, которые курят всю жизнь, которые слушают песни и музыку все время, которые посещают греховные места, им приукрашены их дела. Тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом. Субханаллах. Люди, которые не могут оставить прослушивание музыки и песен, постоянно слушают песни и музыку. Ты говоришь, брат, это запрещено, харам. А он тебе, оставь меня, брат, в покое. Но он не пропускает намаз. Он будет отчитан за него и вознагражден. И будет отчитан за грех и наказан. Не так ли? Ибо тот, кто повиновался Аллаху, будет вознагражден. А кто ослушался, будет достойен наказания. Поэтому никто не должен, оправдываясь, предопределением говорить, «Все уже предначертано». Мне было предначертано курить, слушать музыку и песни. Мне предначертано прелюбодействовать. Да, тебе было предначертано это все. Но ведь ты же можешь не совершать эти грехи, не так ли? А ведь никто не может сказать, «Я знал, что совершу это дело, прежде чем совершил его». Как я вам всегда привожу в пример, вот эти три бутылочки. Я волен выбирать любую из них, не так ли? Ничто не заставляет меня выбрать именно эту и пить из нее. Это в моем распоряжении. И если я протягиваю руку, и кто-то спросит, «Ты принужден к этому действию?» Я скажу, «Нет, я сам ее выбрал». Я свободен. Я вам приводил подобный пример на прошлом уроке. Это, например, вода. Это сок. А третий – вино. И каждый сам выбирает, что ему пить. Одному человеку показываешь воду, он говорит, «Нет, я возьму вино. От него мне больше толку». Его кто-нибудь принуждал? Кто-нибудь его заставил? Он сам сделал это. Другой говорит, «Я хочу сок, а не просто воду». Третий – «У меня жажда. Мне нужна просто вода». За это идет награда. За второй не запишется грех, а за третий будет грех, потому что он выбрал запретное и греховное. Поэтому нам нужно стремиться совершать праведные дела в этой жизни, пока у нас есть возможность для этого. Автор упоминает важный вопрос. И на самом деле это одна из основ, о которой постоянно говорили кто? Наши салифы. Сподвижники. Они очень много говорили об этом. Что это за вопрос? Вопрос – вопрос сподвижничества. Сподвижников и их положение. Почему салифы уделяли такое внимание этому? Разговору о сподвижниках. Во-первых, мы должны знать, что сподвижники – это передатчики откровения. Кто довел до нас Коран? Кто довел до нас Сунну? Кто сохранил для нас знания? Кто призывал к Аллаху? Кто научил людей благому? Ты же не скажешь «я». Первыми, кто это сделал, были сподвижники. Во-вторых, сподвижники – это претворение в жизни этой религии. Если мы спросим, кто первым начал практиковать намаз, кто практиковал пост, кто практиковал хадж, кто первым практиковал джихад и расходование средств на пути Аллаха, и вообще все праведные дела, кто же первым начал их совершать? Мы? Конечно же, сподвижники довольства Аллаха над ними всеми. В-третьих, Всевышний Аллах, слава Ему, очистил их. Удивительно то, что сподвижники были чисты и внешне, и внутри. Мы любим украшать свою внешность, но один Аллах прекрасно знает наше нутро. И по милости Аллаха, слава Ему и величия, Он скрыл от людей наши недостатки. И просим Его не раскрывать их. Удивительно, братья мои, что сподвижники да будет довольными всеми Аллах. Удивительно. Их дела, слова и намерения, которые они скрывали в своих сердцах, контролировал лишь Аллах, слава Ему. Он управлял ими. Поэтому пришли шариатские тексты, пришли шариатские тексты, которые восхваляют сподвижников, дают им высокую оценку. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Мухаммад – посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Посмотрите, это качества, которыми они явно выделяются. Исходя из этого, человек обязан знать, что у сподвижников очень высокое положение. Почему? Потому что Сам Всевышний Аллах очистил их и похвалил. И видно, что чем чище человек, тем он лучше и достойнее остальных. Четвертых, братья мои, тоже очень интересно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже похвалил их. Поэтому о них говорили, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покинул этот мир, будучи довольным ими. Что касается нас, то мы не можем сказать, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, доволен нами. Мы также не можем похвалиться тем, что Аллах доволен нами. А сподвижников что он сказал? Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Аллах знал, что у них в сердцах. Субханаллах. Это очень лестная оценка, то, что Аллах доволен ими. Это можно считать предпочтением их Всевышним Аллаха. Аллахи Аззава Ва Чебу. Также мы видим, что Аллах сделал сподвижников примером для подражания. Совершенным образцом. Каким образцом? И где? Если мы будем подражать сподвижникам, то будем самыми лучшими людьми. Посланник Аллаха, мир и моего благословения Аллаха, говорит, те, кто последуют за мной и моими сподвижниками. Те, кто последуют за мной и моими сподвижниками. Что значит последовать за мной и моими сподвижниками? Он их хвалит, ставит их рядом с собой, «Я и мои сподвижники». Исходя из этого, мы должны изучать и знать путь, которому следовали сподвижники пророка, миром и благословением Аллаха. Чтобы быть лучшими людьми, да поможет нам Аллах в этом. Также из этого выходит, что любовь к сподвижникам — это наша религия, вера и поклонение. И у нас нет выбора здесь. Человек не может сказать «Я не люблю сподвижников, потому что ты обязан любить их». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал об ансарах «Их любит только верующий, а ненавидит их лишь лицемер, тот, у кого в сердце болезнь». На справедливость сподвижников пророка, миром и благословением Аллаха указывали Коран и Сунна. Всевышний Аллах сделал их справедливыми свидетелями. Также Аллах сделал их лучшими последователями пророка, миром и благословением Аллаха. Никто не может сказать «Я лучше Абу Бакра или Умара, или вообще кого-либо из сподвижников». Никому не позволено говорить такое. «Также мы должны знать, что сподвижничество — это избрание от Аллаха. Аллах выбирает для этого, кого пожелает. Это божественное избрание. Богоизбранность. Он не выбрал нас, потому что мы недостойны этого. Можно сказать «Хвала Аллаху, что мы не родились во времена сподвижников». Почему? Возможно, относительно нас пришли бы аяты Корана. Упоминается, что один сподвижник сказал всего одно слово, и сразу же был ниспослан аят. «О, те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном». Всего одна ошибка. А лицемеры скрывали что-то, утаивали слова, или говорили тайно какие-то слова, которые никто не слышал. Тогда сам Аллах защищал от них и обличал их. Они говорят, когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда презренных. Могущество, присуще Аллаху, Его посланнику и верующим. Но лицемеры не знают этого. Лицемерам оно не присуще. Если даже тот, кто пропустил коллективную молитву, обвинялся в лицемерии, или тот, кто поступает так же, как сегодня поступают многие люди, пропускает вступительный такбир, пропускает молитвы, лениво тащит себя на намазы. Посмотрите, как люди выходят на утренний намаз, еле тащат свои ноги. А Аллах говорит о лицемерах. Когда они встают на намаз, то встают неохотно. Встают неохотно. Это не качество верующего. Сегодня приходится будить своих детей, будить братьев, жену. Такая лень у всех. Так или не так? А если спросишь такого, скажут, «Альхамдулиллах, я верующий, у меня нет проблем с этим». Где ты, а где сподвижники, довольство Аллаха над ними? Так же, братья мои, мы видим. Нам нужно знать, что даже сподвижников, довольство Аллаха над ними, Аллах предпочел одних над другими. Как Он их предпочел одних над другими? Например, Абу Бакр и Умар лучше, чем остальные 10 обрадованных раем при жизни. Умар, Усман и Али лучше, чем остальные 10 обрадованных раем. Можно видеть, что это предпочтение было ясно для сподвижников. Не сравняться люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Аллах сообщает в Своем Писании, что мухаджиры лучше ансаров. И основой в этом являются шариатские тексты. Человек должен проявлять заботу и дорожить этим. Также нужно знать, что этическим отношением к сподвижникам, да быть довольными Аллах, является что? Упоминание довольства Аллаха ими, когда о них говорят. Всякий раз, когда упоминается сподвижник, нам следует говорить, Рады Аллаху Анхим, Абу Бакр, Рады Аллаху Анхим, сподвижники, Рады Аллаху Анхим, из-за той высокой степени великого положения, которое они занимают. Такой этикет должен постоянно проявлять человек по отношению к ним. Подобно тому, как нужно проявлять этику со своим отцом в словах и выражениях, также, раз Аллах доволен ими, мы, проявляя этику, подтверждаем это довольство. Также к правам сподвижникам довольства Аллаха над ними относится то, чтобы мы просили за них прощения. Удивительно, братья мои, несмотря на их высокое положение и степени, Аллах говорит, «А те, которые пришли после них, говорят, Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал». Не насаждай. Поэтому мы должны привить в себе постоянную мольбу этими словами. «Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас». Спрашивается, кто же те, которые уверовали раньше нас? Первыми уверовавшими были мы, наши отцы, сподвижники довольства Аллаха над ним. И это делается лишь для указания на их высокую степень перед Аллахом. Также нужно знать, что к правам сподвижников относятся знания с их жизнеописанием и историями. Шейх Улислам Ибн Таимия говорит, если люди не знают жизнеописания сподвижников, то их обучение этим жизнеописанием будет для них частью их религии, то есть вероубеждения. Вопрос. Кто же обучает нас жизнеописанием Абу Бакра, Румара? Кто проводит уроки по десятерым обрадованных раям при жизни? Аллах и сердце разрывается, когда задаешь вопрос миллионам мусульман. Перечислите нам имена десяти обрадованных раям, и они не знают их. Но если попросить перечислить десять европейских футбольных команд, десять певцов, десять игроков, то, ма ша Аллах, сто миллионов мусульман по всему миру перечислят их. А этих обитателей рая, за которыми мы должны следовать, мало кто знает. Это ведь упущение, братья мои. Поэтому шейх Улислям сказал, если люди не будут знать жизнеописания сподвижников, то для них становится обязательным их изучение, так как это часть религии. Также к правам сподвижников, исполнение которых возложено на нас, относятся ознакомление людей с их достоинствами. То есть ознакомление с их историями, рассказами. Значит, первое, я сам должен знать их достоинства, ибо это часть моей религии. Второе, распространять это среди уммы, чтобы и они ознакомились с их историями. Самая большая беда, когда образцами для наших детей становятся футболисты, музыканты и актеры, вместо десяти обрадованных рая. Разве это не беда? Это величайшая беда. Также мы должны знать, что сподвижники, да будет довольный имя Аллах, это мерило, которым отличает истину от лжи. Если посмотреть на различия между истиной и ложью, то как мы отличаем их? По делам сподвижников. Потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, следуйте тому, на чем я и мои сподвижники. То есть придерживаться их пути и подражать им. Я спрошу вас сейчас, были ли среди сподвижников, да будет довольными Аллах, такие, которые поминали Аллаха так, как это делают сейчас в некоторых тарикатах? Аллахай, Аллахай, или Ху, Ху. Ни посланник Аллаха, ни сподвижники не делали этого. И также мы не находим это в книгах авторитетных имамов сунны. Значит, это не является правильным. И не может быть. Давайте другой вопрос. Кто из сподвижников состоял в Шазилийском, Марганийском, Тиджанийском, Нахшубандийском или Хадиридском тарикате? Никто из сподвижников не состоял в них. Получается, мы не берем ничего, кроме того, что достоверно пришло от сподвижников, да будет довольными Аллах. И для нас всех благо только в том, чтобы мы поступали в соответствии с тем, что принесли сподвижники, да будет довольными Аллах. Если ты хочешь отличить истину от лжи и сунну от нововведения, то смотри, что делали сподвижники, и следуй за ними. Так же необходимо знать, братья мои, что нужно отдаляться от ошибок сподвижников. Ведь сподвижники, да будет довольными Аллах, люди. Они не ангелы. А люди, соответственно, могут ошибаться, могут грешить. Они же не безгрешные ангелы. Однако сподвижники, да будет довольными Аллах, отличались тем, что когда совершали ошибку или упущение, или грех, то тут же каялись и возвращались к праведности и повиновению Аллаху. Это единогласно. Однако при всем том, что сподвижники, если и могли иногда сделать упущение или ошибку, их несомненным достоинством является то, что никто из них, да будет довольными Аллах, не был основоположником нововведения и ереси, и также не был распространителем этого. Никогда. Никто не сможет обвинить их в этом. Поэтому сподвижников довольства Аллаха над ними было столь высокое положение и великое достоинство. Они были распространителями Сунны и обучали людей истине. Они призывали людей к Аллаху Великому Славен, предостерегали их от ошибок. Ибн Мас'уд, да будет довольным Аллах, говорил, следуйте Сунне и не привносите нововведений, и будет вам достаточно этого. Также он говорил, если кто хочет опираться, то пусть опирается на тех, кто почил, ибо живой не обезопасен от искушения. Это означает, что человеку обязательно брать основу от сподвижников, да будет довольными всеми Аллах. И если у них и были ошибки, то не будьте как мухи, ибо мухи садятся только на больные места. Все тело может быть чистым и здоровым, кроме небольшой ранки, в которой может быть гной. И все мухи садятся туда, оставив все тело. Они не садятся на здоровую и чистую часть тела. Таково положение некоторых людей. Они ищут ошибки, совершенные сподвижниками, и распространяют их, показывая их людям значительным. Они, как мухи, ищут слабые места. И если находят их, радуются и говоря. И если находят их, радуются и говоря. Вот сподвижники сделали то-то или то-то. И так далее. А сколько сегодня развелось каналов, которые искусны в порочении сподвижников, и клевете на них. Их можно назвать проповедниками фитны. Проповедниками заблуждения и ереси. Иначе они должны были бы говорить наоборот о высоком положении сподвижников, об их благодеяниях, джихаде на пути Аллаха, простаивании в ночных молитвах и пожертвованиях, благочестии и защите пророка, миром и благословением Аллаха, об их любви к религии и к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствую. Почему они не говорят об этих фактах их жизни? Это показывает, насколько их сердца поражены недугом. Всевышний Аллах говорит, те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. Также, братья мои, мы должны... Что мы должны? Мы обязаны всегда защищать сподвижников. Если мы видим кого-то, кто порочит сподвижников, то мы не должны молчать. Мы должны защищать их. Потому что защита чести сподвижников – часть нашей религии. Нет у человека выбора, защищать ему или нет. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, защищал Абу Бакра от Сыддыка. Есть его известные слова. Перестаньте обижать моего сподвижника. Я пришел к вам увещевателем. Призывал вас к исламу. И что в итоге? Вы все сочли меня лжецом, а Абу Бакр поверил мне. Потом он сказал, «Никто не пожертвовал для меня своим имуществом и своей душой больше, чем Абу Бакра Сыддык, довольство Аллаха над ним». Пророк сказал, «Перестаньте обижать моего сподвижника». И говорят, после этого никто уже больше не смел обижать Абу Бакра или грубо с ним разговаривать. И достаточно ему достоинства того, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «Садись, Абу Бакр, Аллах уже простил тебя, Аллах уже простил тебя». Это было сказано по причине спора, возникшего между Абу Бакром и Умаром дульхаттабом. Причем ошибся здесь Абу Бакр. Кто был неправ? Абу Бакр. Потом он попросил у него прощения, но Умар отказался простить его из-за обиды. Из-за чего Абу Бакр, да будет довольным Аллах, расстроился и опечалился, потому что Умар не принял его извинений. Он пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подняв подул свои одежды, и пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кажется, ваш товарищ с кем-то поспорил, то есть с ним что-то произошло». Он спросил его, что случилось, и Абу Бакр ответил, «О, посланник Аллаха, я поспорил с Умаром и разозлил его, а потом попросил его простить меня, но он отказался». И пророк сказал, «Садись, Абу Бакр, Аллах уже простил тебя, садись». И вот Умар, да будет довольным Аллах, сам начал сожалеть о том, что не принял извинений кого? Абу Бакра. Он пошел его искать в его доме, но не нашел его там, и узнав, что он находится у пророка, миром и благословения Аллаха, пошел к нему. И когда Умар зашел к пророку, миром и благословения Аллаха, то увидел на его лице выражение сильного недовольства. Его лицо было красным от гнева за Абу Бакра. «Как ты мог не принять его извинений?» А Абу Бакр говорил при этом, «О посланник Аллаха, я ведь был более несправедлив. Это я его обидел. Это я был неправ». А пророк говорил, «Садись, Абу Бакр, Аллах уже простил тебя». Аллах уже простил тебя, а потом сказал, «Перестаньте обижать моего сподвижника». И после этого его уже больше никто не обижал, да будет довольным Аллах. Сподвижники защищали друг друга. Много удивительных историй. И если посмотреть, то они по-разному защищали друг друга. Пример защиты сподвижниками друг друга, когда Ибн Масуд сказал, «Они, сподвижники Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, самые благочестивые люди этой умы». Также он сказал, «В них было меньше, чем у кого-либо неестественности. Они были самыми благочестивыми, с самыми добрыми сердцами и обладали наилучшим пониманием». Он понимал, что не следует поносить сподвижников, критиковать их, клеветать на них или умолять их достоинства. Удивительная история. Вошел, Саид ибн Зайд в одной из мечетей Куфы и услышал в ней ропот. Он сказал людям, а был он уже старым человеком. Он спросил, «О чем говорят люди? Что случилось?» Так как говорили на повышенных тонах, ему ответили, «Тут человек, который ругает Али ибн Абиталиба, да будет довольным Аллах». Тогда он встал перед людьми и сказал, «Ругает Али, а вы сидите?» И он начал говорить ему о высоком положении сподвижников и сказал, «Я свидетельствую перед Аллахом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Абубакр в раю, Румар в раю, Русман в раю, Али в раю». И далее он назвал остальных из десяти обрадованных раем. И когда дошел до десятого, промолчал. И его спросили, «Кто же десятый, о Саид?» Он ответил, «Посланник Аллаха считал им меня. Этого положения не достиг никто другой». А кто сегодня защищает сподвижников? Если в наших сердцах нет крепкой любви к ним, то, услышав ругань, клевету или критику в их адрес, в наших сердцах ничего не шевелится. И когда появились каналы, которые публикуют клевету и ругань в отношении сподвижников, будто они отступились от веры после смерти посланника Аллаха и стали кафирами. И как далеки они от веры отступничества, да будет довольными Аллах? У людей, упося Аллах, даже недовольства не возникает из-за этой критики. Более того, они сами дальше это распространяют и рассылают. Горе тебе, брат. Не распространяй клип, в котором клевещут нас сподвижников и порочат его честь. Не распространяй клип, в котором клевещут нас сподвижников и порочат их честь. Это ведь оскорбление в первую очередь нашей с вами чести. Это люди, которых похвалил сам Аллах, и чьи сердца и деяния Он очистил, сделал чистым их призыв и их поклонение, очистил их пожертвования, они поносят тех, кто раздаёт добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований, которые могут пожертвовать лишь своего усердия. Бедняк, у которого ничего нет, но и он старается пожертвовать что-то на пути Аллаха. И если Аллах возвысил их на такой уровень, то и нам нужно возвышать их в своих сердцах, то и нам нужно возвышать их в своих сердцах. Это считается частью нашей акиды, частью нашей веры, потому что если кто-то порочит сподвижников, он порочит нашу веру. Из-за этого сказано, люди захотели опорочить религию и не смогли сделать этого. Тогда они начали порочить тех, кто доносил эту религию, то есть сподвижников. И если порочить их, то зачем принимать то, что они принесли? И как после этого принимать то, что они передают от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Ведь они становятся передатчиками, не заслуживающими доверия. Поэтому мы не принимаем эту критику и говорим, у сподвижников имеется высокое положение, довольство Аллаха над ними. Среди прочего, мы также должны обратить внимание на то, что между сподвижниками довольства Аллаха над ними происходили кое-какие недопонимания и разногласия. Да будет Аллах доволенными всеми. И среди них — это два самых больших конфликта. Между сподвижниками произошло два великих сражения. Первое — смута при Суфине. И второе — до него верблюжья битва. И удивительно то, что в нем участвовали великие сподвижники, да будет довольными Аллах. Но мы говорим, если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом. Оставьте их. То есть не имеется в виду, что то, что они сделали, должно быть примером для нас. Это не пример. Однако Аллах пожелал, чтобы это произошло. Да будьте довольны им Аллах. Что удивительно, с одной стороны был Али ибн Абиталиб, а с другой — Аиша, жена пророка, мир ему и благословение Аллаха. На ее же стороне были Тальха и Зубейр. И все они были в числе десяти обрадованных раем. Али был в числе этой десятки. И Тальха с Зубейром тоже. Что касается нас, то мы должны в отношении этого события воздержаться. Воздержаться от обсуждения этого события и того, что произошло между ними. Потому что нет у нас права обсуждать то, что произошло между ними. Мы должны лишь вспоминать их достоинства, то, что они сделали ради этой религии. Слова похвалы, сказанные в их адрес, шариатские тексты, которые доказывают, что им обеспечен рай. Вот о чем мы должны говорить. Поэтому Абдуллах ибн Умар, да будя довольным Аллах, говорит, «Я видел лишь то, что обитатели рая убивали обитателей рая». Разве пророк, мир ему и благословение Аллаха, не свидетельствовал, что Тальха и Зубейр будут в раю? Они были одной стороной конфликта. И также он свидетельствовал, что Али ибн Абиталиб тоже обитатель рая. Здесь мы понимаем, братья мои, один важный момент. Если о ком-то было засвидетельствовано, что они в раю, то какое я имею право обсуждать, что произошло внутри них? Я имею в виду обсуждать с целью поправления или с целью судить, кто прав, а кто виноват. Какая мне польза от этого? Они в конце концов в раю. А кто спасет меня в судный день, если я буду обсуждать их или критиковать? Манхадж всех наших предшественников, таких имамов, как Ахмад, Суфьян, Аль-Бухарий и других больших имамов-салифов состоял в том, чтобы полностью воздерживаться от обсуждения того, что произошло между сподвижниками, доволенными всеми Аллах. Здесь по случаю могу привести одну интересную историю. Когда закончилась битва, битва при Сафине, кто был среди убитых там? Тальха ибн Убайдиллях, да будьте довольны имя Аллах. Да будьте довольны имя Аллах. И битва закончилась чем? Победой армии Али, да будьте довольны имя Аллах. Али знал, что против него сражались большие и именитые сподвижники, к которым он испытывал в своем сердце любовь и уважение. Однако по воле Аллаха произошло то, что произошло. Между сподвижниками произошла великая смута. Али, будучи предводителем, прошелся по бранному полю, осматривая убитых, есть ли среди них сподвижники. И тут он увидел Тальху, истекающего кровью. Довольство Аллаха над ним. Он тут же слез со своего коня. Он взял Тальху и поцеловал его в лоб. Но ведь он сражался против него. Если бы это произошло среди нас, то мы бы сказали, что он заслужил это. Ибо вышел с войной, а мы не вышли. И несмотря на это, Али поцеловал его в лоб. И сказал, я бы хотел умереть 20 лет тому назад и не видеть всего этого. Не быть свидетелем этому. Как бы говоря, я не хотел бы видеть своего брата Тальху, истекающим кровью. Потом он сказал, я прошу Аллаха, чтобы он сделал нас с тобой из числа тех, о ком он сказал. Мы исторгнем из их сердец злобу. И они как братья, что будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Как были далеки конфликты между сподвижниками и тем, что происходит сегодня. Сегодня люди нуждаются в том, чтобы им показывали отношения сподвижников друг к другу. И их высокое положение, да будет довольным Аллах. Сегодня время от времени появляются люди, которые называют себя мыслителями и вопрошают. Почему вы обеляетесь сподвижников? Мы отвечаем, Аллах восхвалил их в своем Писании в отличие от вас. Также их восхвалил Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Неужели вы не читали о том, насколько Аллах доволен ими? Сообщи Пророку, что мы достигли своего Господа и встретили Его довольным нами, и Он сделал нас довольными. Восемьдесят чтецов Корана были убиты, да будет довольными всеми Аллах. И Аллах не спасал аят о них, который не вошел в Коран. Однако смысл этого аята остался и не был отменен, потому что они отдали свои души ради возвышения Слова Всевышнего Аллаха. Здесь, братья мои, мы должны следовать правилу. Принимай то, что произошло, учитывая те праведные дела и благодеяния, которые они сделали. А их у них было очень много, да будет довольными всеми Аллах. Поэтому некоторые наши праведные предшественники говорили, если вода достигла объемом двух кулей, то она не будет испачкана. Ее ничто не испачкает. Сколько у них праведных и благих деяний. И даже если между сподвижниками и произошло то, что произошло, они быстрее всех людей приносили свое покаяние и просили прощения. Не так ли? Если я, совершив ошибку, быстро каюсь, то сподвижники каялись быстрее меня, да будет довольными всеми Аллах. Если даже у меня есть надежда, что Аллах простит меня, то что говорить о сподвижниках? К тому же ученые, да помилует их Аллах, говорят, что те сообщения, которые пришли о том, что произошло между ними, являются либо достоверными, но не ясными, либо ясными, но недостоверными. А мы опираемся лишь на то, что достоверно и несомненно. Поэтому нельзя ни в коем случае клеветать на них. Также если мы поразмыслим о сподвижниках, довольство Аллаха над ними, то сколько у них было великих праведных деяний, о которых до сих пор помнят. Их джихад вечен, их пожертвование вечно, их поклонение вечно, их понимание религии вечно, их призыв вечен. Все эти праведные дела, которые будут продолжать приносить им награду до судного дня. Тот, кто призвал к добру, получит свою награду, а также награды за всех, кто последует до его призыву до самого судного дня. Такова милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. И что же в итоге? А то, что мы должны знать статус сподвижников и их высокое положение, да будь довольными всеми Аллах. Поэтому нам нельзя распускать свои языки против кого-либо из них. Иначе этот сподвижник заберет часть своих благодеяний в судный день. Потому что обсуждение их не подобно обсуждению других людей. И проявлением содействия Аллаха к своему рабу является то, что он внушает ему любить сподвижников и знать их достоинства, а также удерживает его полностью от обсуждения того, что произошло между ними. Читая далее, мы видим, что автор как раз говорит об этом. Он говорит, я знаю права сподвижников. То есть права саляфов. Здесь есть очень важный момент. Некоторые люди говорят, термин саляф не был известен раньше. И что приписывание себя к нему, когда говорят, что такой-то человек является саляфитом, что это является нововведением, то вот имам Иш-Шафи говорит это. Я знаю права саляфов. Саляф — это предшественник. И когда говорят, что кто-то саляфит, то что это означает? Что он следует пути сподвижников, да будь довольными всеми Аллах, и больших имамов Ислама. Некоторые люди, когда их спрашиваешь, ты саляфит? Они отвечают, нет, нет, не называй меня так. Почему? Ведь саляфа — это посланник Аллаха, и его сподвижники, да будь довольными всеми Аллах. И если кто-то следует пути пророка, мир ему и благословения Аллаха, и его сподвижников, то на чем он получается? На истине. Он следует сунне. Следует единобожией вере. А это как раз то, чем человек должен украшаться. Далее он говорит, которых Аллах избрал. Что здесь имеется в виду? Что сподвижничество — это божественная избранность. Ибн Масуд говорит, Аллах посмотрел на сердца рабов и не нашел сердца лучше сердец сподвижников. И он избрал их, чтобы они были сподвижниками его пророку. А мы не оказались достойны этого. И то, что интересно, братья мои, здесь. Автор говорит, я расскажу об их достоинствах, ибо это их право. Мы же говорили, что это их право. Ученые тем более должны это делать. Мы же желаем передать всякий рассказ, который услышим, не так ли? Желаем, чтобы люди знали об этом. Также правило гласит, следует воздержаться от обсуждения того, что произошло между ними. Будь это великое происшествие или незначительное. Нельзя ни с кем говорить об этом. Да поможет нам всем Аллах в этом деле. Далее автор упоминает халифов по порядку. Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Ученые говорят, что эти четыре халифа, что их порядок в правлении является их порядком в достоинствах. И если спросить, кто из них лучше, мы перечислим по порядку. Абу Бакр, Умар, Усман и Али. И единогласным мнением считается, что никто не превзошел Абу Бакра и Умара. А в отношении Али и Усмана имеется разногласие. Но правильным является то, что Усман достойнее. И у каждого из них свое высокое положение, да будет довольным всеми Аллах. Остановимся здесь. Есть еще темы, связанные со сподвижниками. Нет, остановимся здесь. Остальное потом. Так как разговор о достоинствах Абу Бакра, Умара и других займет много времени. Мы пройдемся по этим темам вкратце, инша Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок